Всем привет! Сегодня мы говорим о статистике угонов за первую половину 2016 года. Зачем же для автовладельцев нужна эта статистика? Чтобы понимать и оценивать угрозу, для начала среди прочих условий необходимо определить рисковость своего автомобиля, насколько он часто угоняется и насколько он интересен угонщикам. Опираясь на статистику угонов ГИБДД легкового автотранспорта на территории России, предлагаем вам ознакомиться с трендами угонов по различным сегментам авторынка. Итак, что же происходит в этом году и какие машины в зоне риска? Для начала давайте посмотрим распределение угонов по брендам стран-изготовителей. Мы видим, что наибольшее число хищений падает на японский автопром. Такая тенденция присутствует уже не первый год. Второе место занимает Россия, сместившая Европу на третье место. Теперь посмотрим, как распределяется спрос по маркам автомобилей. На первом месте традиционно находится Lada. Этот бренд на протяжении долгих лет оставался лидером по продажам, поэтому подавляющее большинство машин в легковом автопарке России это Жигули. Второе место традиционно уже несколько лет занимает Toyota. А вот на третьем месте теперь находится бренд Hyundai. Эта марка сменила Мазду, которая ранее несколько лет подряд находилась в тройке лидеров. Какие же модели иномарок самые угоняемые? В этом году первые два места занимают корейцы. Это Solaris и Rio, сместив популярный Focus и Camry на третьи и четвертые места соответственно. Почему же эти корейские модели стали так популярны у угонщиков? Конечно же в силу популярности. Эти модели занимают ключевые места продаж на первичном рынке уже несколько лет. На вторичном рынке их легко реализовать. Еще одним фактором высокого спроса угонщиков является их слабая защищенность. Штатные охранные системы на этих машинах обходятся легко, а дополнительные, которые чаще всего устанавливаются в обязательном порядке у дилеров, обладают низкой степенью защиты и не оставляют владельцам шанса сохранить свой автомобиль. Именно эти корейцы и попали в топ-3 по росту угонов среди прочих автомобилей, показывая 25 и 15 процентов прироста по отношению к прошлому году. Третье место по приросту занимает Audi. На этом графике мы видим, как распределяется рост угонов по моделям. Все те же корейцы в лице Solaris и Rio. Также в тройку по приросту вошла модель Mazda CX-5. Теперь ее угоняют на 20 процентов чаще относительно прошлого года. А вот как распределились угоны по маркам премиального сегмента. Напомню, что в прошлом году на первом месте находился Land Rover. Теперь он находится на четвертом месте, а возглавляет список теперь BMW, Mercedes и Lexus. Именно эти бренды из премиальных сейчас востребованы больше всего и на первичном и на вторичном рынке автомобилей в России. Несмотря на смещение и стройки лидеров марки Land Rover в прем-сегменте, модель Discovery по-прежнему остается на первом месте. Обычно угонщики используют методику прошивания ключей через диагностический разъем, как мы это показывали в одном из наших видео. Второй по популярности идет модель Infiniti FX, а на третьем месте находится BMW X5, угон которой занимает менее одной минуты, если на нем стоят только заводские охранные системы. Более детальную статистику угонов по всем моделям легкового автотранспорта вы можете увидеть, перейдя по ссылке в описании к данному видео. Защищайте свой автомобиль, учитывая факторы риска. С вами был эксперт Угона.Нет. Оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал.